Всем привет. И эта неделя у меня не задалась. Именно поэтому в прошлый четверг не было видео. Я постаралась, кстати, это компенсировать как-то шортсами, если вы не заметили. У меня на прошлой неделе вышло вроде бы три шортса, так что посмотрите, они будут что-то интересные. Но, как бы оно ни было, мы здесь собрались по другому вопросу. Мы хотели с вами стать глинномесами, так что мы будем с вами сегодня повторять всякие штучки из Пинтерест, из глины. На самом деле у меня не было такой идеи заснять видео, где я леплю из глины. Но нам сегодня подарили мастер-класс по лепке. К сожалению, каких-то прям супер-навыков я оттуда не вынесла. Но я слепила там две штучки, и мы с вами раскрасим эти штучки в самом конце. А сегодня мы будем повторять вот такую вот штукенцию. Это а-ля подсвечник. Мне он очень понравился. Начнем, наверное, с того, что глину я использовала самозастывающую. То есть она заставала просто на воздухе. И могу, к сожалению, посоветовать какую-то определенную фирму, потому что нам просто вывали на тарелку шок глины, и там не было никакой этикетки, ничего подобного. Сейчас я вам покажу процесс, как создавался этот кот из глины, как я его лепила. Небольшой такой мастер-класс от меня с моими какими-то чайничьими знаниями, плюс немножко знаний, которые я вынесла из мастер-класса, не очень полезных. Может, вам пригодятся. Может, вы даже этого не знаете. И что я тут говорю, что ничего не полезно. Все, вот тогда окей. Вот. Смотрите. Да-да, приветики-приветики. Достаём глину и разминаем её, чтобы вышел воздух, и при засыхании наше творение не треснуло. Нужно сделать типа мисочку. Я пальцем продавливаю углубление и что-то дальше странное делаю. Параллельно водичкой пытаюсь сравнять все неровности. Не добавляйте слишком много воды, потому что глина станет супер липкой. Потом я соорудила такой типа гамак из пакета, чтобы мисочка при засыхании не потеряла форму. Можно, кстати, просто было привернуть тарелку с подходящим размером и так не сгаляться. Теперь люблю кота. Шарик, сосиска. Сосиску мы сажаем. Вот так вот сажаем. Потом мы режем сосиску. Получаем что? Правильно. Сосиску с ногами. Сглаживаем сперва руками. Потом ещё вот к рукам ещё добавляем водички. Вот так вот сгладили всё. И лепим ещё шар. Шар пополам делим. Делаем теперь сосиски. Сосиски лепим к предыдущей конструкции. Получаем что? Правильно. Ручки, лапки передние. Вот. Да. Кстати, очень удобно было сглаживать ножичком вот так вот. И ещё обратной стороной кисточки я тоже пользовалась. Потом мы делаем отверстия в лапках, чтобы туда всунуть палочку с марчмелу. И уже по классике катаем шары. Меньше делим пополам. Это будут туши. Вот. Процарапываю. Уши. Голову тоже процарапываю, чтобы это всё лучше держалось. И опять-таки сглаживаю ножичком. И ещё водичкой вот, да. Прилепляем теперь голову на место. Не забывайте процарапывать прям хорошо. Потому что башка у меня отрывалась несколько раз. Но это так, спойлер. Вот. И я потом её приклеивала. Если у вас, кстати, оторвётся, не приклеивайся на суперклей. Хреновая идея. Лучше на клей-пистолет. Примерила свечечку. Вроде всё чётко. И финальное сглаживание кисточкой. Вот так вот. Вот так вот. И забываем про этот чудесный. Чудесные. Дни и так, ну, на пять. Лучше недели. Урааак. Вот, наконец-то, высох. И я поправляю всякие там неровности ножом и шкуркой. Вот. И покрываю всё белой краской. Такая хреновня, короче, у меня получилась. За кадром я ему уже долепила просто палку с кусочками глины. Типа он будет держать над свечкой маршмеллоу и жарить его. Прикольный концепт. Я думаю, да. Я не очень придумала, как я буду это всё дело раскрашивать. Но я точно хочу заюзать свои пастельные акриловые краски. У меня тут довольно много. Вот. И я подумала над тем, чтобы кота сделать, типа, розовым. Ну всё, погнали. Я взяла светло-салатовый. Мне он очень нравится. Он очень красивый. Я ещё надеюсь, что голова у него, конечно, не отвалится. Давайте, что ли, пока расскажу вам про конкурс. Я, в общем, подумала, что было бы здорово как-то с вами немножечко сродниться. Плюс я ничего не сделала на тысячу подписчиков, а очень хотела. Поэтому давайте я вам разыграю вот эти штучки, которые я налепила. Что нужно сделать, чтобы получить это творение? Во-первых, конечно же, вы должны быть подписаны на мой YouTube-канал и на мой Instagram. И оставить в комментариях под этим видео, во-первых, какой бы из этих трёх сюрпризов вы хотели бы себе. И также свой ник в Instagram, чтобы я могла с вами связаться. Итоги я тоже подведу в Instagram через две недели. И, наверное, всё. А вы что думаете? Мне кажется, достаточно условий пока что. Кстати, помимо того, что вы выберете в комментариях, я вам отправлю ещё какие-то свои подарочки, которые я выберу для вас. Мало кто знает, я живу в Великобритании. Так что я вам, конечно же, отправлю какие-нибудь конфетки. И подпишу, наверное, для вас открыточку какую-нибудь. Все условия я продублирую в описании. Все ссылочки, где на меня нужно будет подписаться, тоже будут в описании. Хорошая новость или плохая, у меня оторвался ход. Но так даже удобнее красить. Давайте сперва ему аккуратненько раскрасим палку его. Палка есть. Теперь мы красим кота в светло-розовый. У меня вот это вот вроде как трава высохла. Давайте нарисуем травинки. Оп. Нормально? Видите, какой-то? Оп. Ладно, просто раскидаю. Снаружи тоже надо. Вроде нормально, симпатично. Короче, пока сохнет котяра, я решила, нужно красить следующее, потому что, видимо, они сохнуть будут довольно-таки долго. Прямо до полного заставания. Покажу вам, что я слепила на мастер-классе. Такой листочек. Это такая тарелочка для украшений. Я думаю, просто в однотонный вот такой цвет покрасить ее. И будет норм. Прямо большую прикольную и просто красим. Эта тарелочка, к сожалению, у меня сломалась, пока я ее шлифовала. Я вот пыталась ее починить, но, к сожалению, мою починку заметна. Блин, но цвет балдежный. И вы готовы увидеть последнюю штуку, которую я реально очень горжу? Мне кажется, она получилась суперкруто. Это подразумевается как тарелочка для колечек. Внутри там сидит уточка, и она типа плывет. Поэтому, соответственно, для уточки у нас желтый, для клювика оранжевый, для водички вот такие. Итак, вот это подсохло. Одного слоя, кстати, хватило. Теперь мы утку, или я не знаю, кто это. В общем, утку мы красим желтым, клювик мы красим оранжевым. Вот так вот я подумала. Вроде получилось. Но жесть я сосредоточила на себе. Я красила еще кота. Я это сделала без камеры, потому что у меня слишком тряслись руки. Так вот. Я ему еще не прорисовала глаза, но уже вот. Уже все зато остальное готово. Я ему раскрасила немножко лапки, немножко не лапки. Площадка для кота уже точно застыла. И я приготовила фетровые кружочки, чтобы поверхность нитера. Они на клейкой основе уже сразу. Фитерклей в полночь. Я возьму маркеры. Начнем с этого. Тут я хочу белым маркером нарисовать просто такие волнистые линии. Типа он плавает. Красота. Так, и глаза ему. Просто две точки, да? Я думаю, что да. И оп. И оп. Готов. С этим закончили. Ну, тут тоже две точки. И нужно еще вот эту, типа, букву З. Я, наверное, так хочу. Будем ли мы сперва что-то намечать? Или сразу херанем фломастером? Мы рискнем. Так. Так. Господи, какой он срадый. Ну, пойдет, я думаю, что. Теперь все эти штуки нужно покрыть лаком. У меня вот такой. Ладно. Вернусь, когда я все это дело покрою лаком. Вот такие штуковины у меня получились. Не до конца еще подсохли. Но вот. Лот номер один. Такой котик. Розовый. В травке сидит. Номер два. Тарелочка. Уточка. С уточкой. Для колечек. И номер три. Тарелочка-листик для украшений. В общем, да. Пишите в комментариях, какую из этих штук вы хотите. Не забудьте оставить свой инстаграм. А вам спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в следующий четверг. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok